Сегодня тоже я хочу рассказать про одно событие, которое случилось 8 лет назад. Как вам известно, 11 марта 2011 года у нас в Японии случилось мощное землетрясение, потом авария на АЭС в Ксима-1. Я хочу рассказать, что я делал в тот день, что я чувствовал. Я хочу рассказать об этом. В тот день я был в Беларуси. Да, уже 18 лет я живу здесь, поэтому, естественно, я был в Минске. С утра у меня занятие было. После занятия я сидел на кадре. Я вдруг получил смс-ку от моей ученицы. Она написала так. Сэнсэ, в Японии случилось мощное землетрясение, ужасное землетрясение. Я ответил ей, но это же выполнено всегда же, постоянно происходит это, поэтому я не удивляюсь. На мое сообщение она сразу ответила, нет, нет, сэнсэ, в этот раз совсем по-другому, не так, как обычно. Посмотрите, пожалуйста, телевизор. Я позвонил домой, попросил жену включить телевизор. И оказалось, действительно, случилось ужасное землетрясение. Я сразу побежал домой. Да, я пришел домой, включил телевизор. Это да. Я не поверил своим глазам. Но вы тоже, может быть, видели такой, ну, неописуемо такие картины были. Да, цунами, да, мощные землетрясения. Из них все разрушено. Ужасная картина была. Я очень сильно волновался. Дело в том, что я родился в префектуре Ямагата. Ямагата – это рядом с префектурой в Кусиме. Там живут мои родители и мой брат, старший брат. Ну да, землетрясение случилось на берегу Тихого океана, а моя префектура на берегу Японского моря. Но все равно это совсем рядом, поэтому там тоже очень много чего пострадало. Вот я звонил домой, но не мог дозвониться. Потом я узнал, что в нашей префектуре полностью отключили электричество. То есть и городской телефон тоже не работал. Я так волновался, все нормально у нас дома, с родителями все нормально или нет. Я очень беспокоился. Где-то так два-три часа я беспокоился, волновался. И в тот момент мой брат позвонил на сотовый телефон. Он сказал, что у нас все в порядке, поэтому не волнуйся, все нормально. Только электричества нет. Он попросил, что происходит? Расскажи, пожалуйста. Он попросил. Но очень странно было. Я находился в Бяоксе. А он в Японии. Но у него дома света нет. Телевизор тоже невозможно включить. Только радио было. Поэтому они не видели, что происходит. Своими глазами не видели. Только по радио узнавали, что происходит. Я рассказывал, что я видел по телевизору. Но хорошо, что брат позвонил. Иначе я целый день, целую ночь волновался бы. Но он сказал так, что сотовый телефон пока работает. Но когда телефон сядет, тогда уже невозможно связываться. Хорошо, что потом восстановили электричество. Я мог разговаривать с родителями. Но родители рассказывали потом, как тяжело было жить. В магазинах большая очередь. Все закупали еду. Возле заправки большая очередь машин. Все хотели бензин заправить. И уехать куда-нибудь дальше, эвакуироваться. Дело в том, что префектура Ямагата рядом с префектурой Вкусимой. И, насколько я помню, от АЭС Вкусима-1 наш дом, то есть дом родителей, стоит где-то так сто с чем-то километров. Поэтому, возможно, если вдруг разве нукриды, каким путем, я не знаю, облаками как-нибудь долетают, тогда, конечно, надо было бы эвакуироваться. Но этого не случилось. Этого не случилось. Но я очень переживал. Да, очень переживал. Но в любой момент, что случится такая напряженная ситуация была. И я, конечно, волновался за своих родственников, друзей. Но в городе Сен-Дай, ну, вы знаете, где это находится, в городе Сен-Дай очень много знакомых. Ну, оттуда делегация была, и друзья тоже там живут. Потом я узнал, у них тоже все нормально. То есть среди моих знакомых и пострадавших не было. Но, конечно, радоваться невозможно. Потому что столько людей погибли, пропали. И даже есть сейчас тоже ненайденных. Очень много есть. Да. Да, моя двойерная сестра, тогда она беременная была. В больнице города Сен-Дай. Она лежала. Ну, после аварии, ну, не после авары, после землетрясения. Через три дня она родила ребенка. Но тогда в больнице тоже тяжелое состояние было. Ну, с водой проблема, электричество тоже проблема была. Но у нее хорошо получилось. Да? Она родила ребенка. Ну, здоровая. Да. Вот что было, когда случилось это землетрясение. Я не могу забыть. Да, эти картины. Это ужасно было. Да. Но я считаю, что нельзя забываться об этом. Это авария и землетрясение на мою жизнь очень сильно повлияло. Об этом я расскажу в следующем видео. で, бежать. На этом видео. Та. 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 Та.